Второй пункт, про который мы поговорим, это про то, как попытаться сфокусироваться не просто на человеке и сценарии, как он проживает образовательное решение, продукт или сервис, который мы для него создали, а постараемся сфокусировать вообще свое внимание на то, что человеку важно в жизни, то, что называется. У меня есть большая задача, исходя из-за этого, как мы с помощью своего образования, исходя из той системы, в которой мы существуем, можем помочь решить ему его жизненную задачу. Поговорим про то, что называется в металлогии Jobs to be done, например, базовая задача человека, в металлогии профилирования или там майнсетов, как посмотреть или чем помогает вот эта вот типология наших учеников, слушателей, помогает по-другому, где-то кастомизировать, где-то понимать, как общую программу создать, создать лучше. При этом я уверен в том, что в своей жизни вы встречаетесь огромным количеством и так типологий, я же не говорю сейчас там психологическую просто типологию, а просто смотря на учеников, вы иногда понимаете то, что здесь что-то больше про очень такой серьезный рациональный подход, про выводы, про аналитику, а здесь там в случае конкретного ученика, это скорее то, что называется мышление потоком, это там ситуативность, это взрыв характера, это что-то такое. То есть так или иначе мы, естественно, обладая опытом ведения программ, мы там 13 лет, например, программы ведем, поэтому там последние 5-6 начали их очень внимательно конструировать, очень вдумчиво, а до этого мы там занимаясь всеми этими историями, естественно, у нас всегда было, знаете, то, что называется разделение класса на группы, где есть разные подходы, есть разные задачи, у нас подходы к ним, у них подходы к нам, это и, с одной стороны, помогает кастомизировать программу, а с другой стороны, это же и наши ограничения, хочу обратить внимание, да, то есть один раз повесить перелок на человека, мы понимаем, что в какой-то момент можем даже ограничиваем, да, не даем ему возможность где-то развиваться, потому что мы просто не ставим для него других условий, кроме тех, которые, как нам кажется, для него правильные, потому что мы его уже положили на какую-то, на какую-то полочку. То есть так или иначе, что я хочу сказать, то что мы постоянно сталкиваемся с некоторой типологией, которая пытается выстроить наша голова для того, чтобы просто облегчить мышление. Для того, чтобы не просто была группа учеников, а для того, чтобы каким-то образом мы выделили где-то разные группы, у которых есть чуть больше способностей к чему-то, чуть меньше способностей к чему-то, у каждого свои способности, разные типы восприятия, разные типы коммуникации и так далее. Этот разговор сейчас будет про вот это. Какие иногда типологии и задачи помогают помогают нам понять учеников. Тоже буду рассказывать на примере тех работ, которые мы делали. Значит, одна из любимых тем, одна из самых болезненных тем, которые существуют в образовании, это то, что касается вопросов профориентации. Профориентация, мы там не очень любим это слово, но, тем не менее, оно принято на рынке, про него очень много говорят. А тот момент, когда обычный ученик в дрожь впадает уже где-то в классе с 7-го, 8-го, потом начинает потихоньку задать вопросы, кем ты хочешь быть, исходя из этого, более конкретный вопрос, куда поступать, потом еще более конкретный вопрос, что для этого будешь сдавать. И мы в свое время нам поставили задачу, это был проект, связанный с государственной системой. Государственная система пыталась сфокусироваться и посмотреть на то, как вообще ученики сегодня думают про свое будущее, как они хотят мыслить, исходя из этого, про будущее, исходя из этого, как нам про это, а, рассказывать, б, какую систему создавать. При этом была специально выбрана группа, это было там качественное исследование, нами приведенное, Москва, Москва, Санкт-Петербург. Была выбрана группа, то, что называется, извините за это грубое слово, такое, неталантливые дети. Ну, в смысле, что это такое? Это, ну, просто дети, простые подростки. Грубо говоря, подростковая группа была с 13 до 17 изучалась, то есть там две подгруппы брались, в которых мы не брали тех, кто, условно говоря, там с пятого класса настолько серьезно перформит, то есть так хорошо показывает результат, то, что там абсолютный чемпион на всех олимпиадах, и его понятен тоже трек, трек будущий. Либо у них семья, наследственный кто-то, да, там архитектор, художник, музыкант, опять же, математик, физик, биолог, ученый в каком-то направлении, да. Да, опять же, неопределен еще путь, когда люди находятся в множестве разных выборов. И это, извините, пожалуйста, что мы назвали таким ужасным словом неталантливые, но это был такой наш бриф. Текст, которым непонятно, то есть неочевидно вначале, в чем талант, да, каким образом его раскрывать. Грубо говоря, просто дети со двора, с окраины Москвы и Санкт-Петербурга. Да, это были большие города, но тем не менее. Вообще, что у ребят? Вот у ребят, которые во дворе, условно говоря, гуляют, ну, или там, как часто с подростками бывают, в торговых центрах они гуляют. Да, это такого рода разговор. И мы выделили, и очень быстро поняли, что есть, по сути, есть четыре группы, есть таких четыре типа разговора про свое будущее. Они здесь представлены на схеме, исходя из того, что мы назвали разным уровнем определенности, понимания того, что люди хотят в будущем, где наверху это те, кто прямо сейчас могут сказать, дети, подростки, могут сказать, что с ними будет происходить дальше, какой у них есть трек, кем они хотят быть. А внизу те ребята, которые, если вы к ними подойдете еще раз, что-нибудь спросите про их будущее, они вас просто ударят, ну, пнут, потому что они ненавидят эти разговоры, потому что всех их буквально достали с этими разговорами. Да, исходя из этого, мы уже делали рекомендации системе, еще раз говорю, это была там государственная работа, для государственных организаций работы, для того, чтобы создать разного типа системы, которые помогают людям профориентироваться и вообще каким-то образом ориентироваться в своем будущем. Это, с одной стороны, хорошо, потому что ребята достаточно сфокусированы, а с другой стороны, это плохо, потому что лишает себе возможности иметь какую-то дополнительную опцию развития, потому что, и как мы знаем по работе мы, например, с профессиональными спортсменами, мы их также изучаем много, с людьми, которые занимаются профессиональным музыкой и искусством, очень часто там система направлена на то, что ты либо первый, либо никто. Что это значит? То, что мы получаем огромное количество... Нельзя быть всем первым, мы получаем огромное количество судеб, людей, которые не понимают, если они не состоялись в спорте, если они не состоялись, допустим, в музыке. Если они не первые, то чем они должны заниматься? И в этот момент им никто не рассказывал то, что, оказывается, надо гармонично действовать. Они этого не понимали, среда вокруг них не понимала. Среда говорила, у тебя есть цель. И здесь та же самая история, мы получаем энное количество таких же детей и подростков, которые, с одной стороны, сфокусированы очень, с другой стороны, если потерпят там неудачу, крах, это очень вероятно. Мир меняющийся, среда меняющаяся, профессии меняются постоянно, треки у всех меняются постоянно. Нормально иметь несколько запасных аэродромов для того, чтобы сесть, и что-то пошло не так. Да, и в этом мы понимаем, что да, для них, с точки зрения создания профориентационной среды правильной, в целом уже все есть, потому что они сами выгрузят, они сами возьмут все, что им нужно из среды. Но мы должны о них позаботиться, как образователи, создавая для них дополнительные опции, чем еще можно позаниматься. Показываем альтернативные пути развития, чтобы у них в голове никогда не было либо пан, либо пропал. Да, потому что у них всегда в голове огромное количество разных вариантов, которые могут видеть из своей выбранной цели, и иногда просто перефокусироваться и уходить в другом направлении. Это история номер один, да, вот как для них должна выглядеть образовательная профориентационная система. Дальше спускаемся посерединке. Те ребята, у которых есть 3-4 варианта, например, те ребята, которые определились в секторе. Знаете, может быть, есть такие подростки, дети, которые говорят, вот я хочу заниматься кино. Кино это такая как бы обширная очень сфера, в которой можно заниматься огромное количество всем. Ты можешь играть в кино, ты можешь заниматься звуком в кино, ты можешь представить сценарий, можешь заниматься съемками, светом и так далее. Людям нравится атмосфера просто, которая с этим связана, например, творческая. Или вот у нас такое часто бывает, я хочу учиться в британской высшей школе дизайна. Опять, почему? Потому что это звучит как что-то творческое, что-то интересное. Или есть ребята, которые говорят, мне вот нравится вот МГУ. Почему? Потому что, скорее всего, это считается одним из самых важных вузов в нашей стране, и людям хочется быть причастным к этому во всем. Нравится атмосфера, нравятся вот эти вот прекрасные здания МГУшные, нравится вот эта атмосфера того, что ты маленький, большое здание, здесь все про науку, здесь про что-то вечное, никогда не меняющееся. Да, про что такое фундаментальное, то, что людям нравится атмосфера, подросткам нравится атмосфера, они хотят, я хочу, они говорят, что я хочу быть в этом секторе, условно говоря. Что для них, какая для них должна быть система профориентации? Фундаментальное, на самом деле, тоже очень понятное. Их нужно обдавать, грубо говоря, в то, что называется, в летние вот эти лагеря, опять же, по тому же кино, когда могут в течение одной смены, недели, там, три, внутри недели создать энное количество, то, что называется, проектов или продуктов, то, что иногда называется, где человек может попробовать себя в разных ролях. Опять же, создавая театр, создавая кино, допустим, человек может пережить момент, получается у него что-то со сценарием, комфортно ли ему, хочет он играть, хоть интересно ли ему заморачиваться со светом или с монтажом, либо еще с чем-то, да, вокруг этого есть. При этом прийти, завершить, да, создать какой-то результат за небольшое количество времени, показать это разным слушателям, получить какую-то оценку и сделать, исходя из этого, выводы. Да, и людей нужно помещать в некоторые проектные условия, когда они могут попробовать себя на разных ролях, чтобы понять про себя, что больше про них. Самостоятельно ли вы с помощью ментора, коуча, тютера, да, какого-то еще, кто может помочь им в рефлексии вывести эти правильные выводы. Либо есть еще ребята, которые здесь тоже на уровне 3-4 вариантов, которые сомневающиеся. Мы это назвали, это было очень хорошо видно на поколении миллениалов и эзетов, слишком талантовая молодежь. Что это такое? Так получилось, что у ребят получается слишком много всего. Это нормально, иногда, когда ты занимаешься чем-то неглубокое, у тебя множество очень много чего получается из хозяйств и умственных, или физических возможностей, семье, которая помогала, реализовала тебя комплексно. Ребята попадают в другую ситуацию, не в том, что они не знают, чего они хотят, а в том, что они все пробуют, им в целом все нравится, но они не могут сделать одного существенного вывода и выбора относительно своего будущего существования. Опять же, просто потому, что у них есть дилемма талантливого человека. К ним нужен совсем другой подход. Мы понимаем то, что для них нужно строить максимальное количество практик, допустим, тех же самых летних практик, когда они начинают пробовать себя, опять же, эту историю про пробу. Все средники, которые находятся с тремя-чеми вариантами, это история про пробу, но с ними нужно по-другому про это разговаривать. Им нужно задавать очень важный вопрос. Что тебе в этом понравилось меньше всего или понравилось больше всего? Для того, чтобы они дальше просто сужали, они вычитали, да, из большого количества вариантов, они вычитали те варианты, которые им чуть меньше зашли. Дальше сфокусировались, уходили уже в глубину, не в ширину, а в глубину, до тех пор, пока они не столкнутся с тем, что есть какая-то трудность. Дальше, если они хотят преодолевать в этом знании, в этой профессии, в этом отрасли какую-то эту трудность, значит, для нас это сигнал, что, возможно, это очень интересно, потому что, как говорят иногда в профориентации, если тебе интересно заниматься рутиной в рамках этой профессии, в рамках этой деятельности, значит, есть шанс то, что это твоя деятельность, что тебе прямо сейчас там интересно копаться и разбираться. У тебя есть, хватает запала энергии, не просто поверхностно высечаться в этой профессии, а копаться в ее деталях, преодолевая какие-то трудности. Это другой запрос на профориентацию, на систему профориентации, которая может выстраиваться. В конце концов, нижняя часть, самая интересная, ребята, у которых то, что называется красивым словом, нет вариантов, на самом деле, как правило, это достаточно замученные дети, подростки, которым так часто задавали вопросы по поводу их будущего, что они буквально вас уже ненавидят, нас уже ненавидят с этими вопросами. Это те ребята, которые так устали вообще от всей образовательной среды и, к сожалению, такого образовательного процесса, который у них сложился, что они ждут одного, когда они либо выпустятся, либо то, что называется, станут взрослыми, неважно, это может быть завязано на выпуск или на поступление, либо просто там на 18 лет, когда им исполнится, когда они скажут, все, я отдал это ощущение, я отдал, все, что, как вы мне говорили, я вам должен, теперь я живу самостоятельно. И они не хотят планировать будущее, они не хотят думать про это будущее, они в него верят, они могут быть достаточно позитивно, позитивно к нему быть настроены, но они не хотят думать про это сейчас. Они говорят, вот сначала я отмучаюсь с вами, да, а потом что-то будет происходить. Как вы думаете, пойдут ли они на фестиваль профориентации, запомнили ли они честно какой-нибудь очередной тест про профориентацию, будут ли они осознанно и вдумчиво выбирать что-то? Конечно, нет. Просто потому что эта тема, эти слова, эти релаки им уже буквально отвратительны. Что нужно делать для них, это очень хороший вопрос. Как можем для них создавать среду, которая помогает им все равно двигаться, вдумчиво двигаться к своему будущему, что мы должны для них делать. Нашим ответом было, например, создавать для них очень много разного рода событий в городе, которые никак не связаны с образованием напрямую, которые так иначе связаны с их посиденностью, с их интересами. Например, это могут быть фестивали, которые посвящены кино, музыке. Они могут быть посвящены просто какими-то, какой-то деятельностями. Да, хоть стрит-культуре в городе они могут быть посвящены, но мы попросим тех людей, которые будут выступать на этих фестивалях, на каком-нибудь модном креативном кластере, в какой-то момент рассказать про то, эти люди, которые выступают, чтобы они в какой-то момент рассказали про то, про то, как они дошли до этого, каким образом они реализовали себя на своем пути, что в какой-то момент подросток, слушающий, вообще про другое условие, про культуру кроссовок он слушает, или про то, как музыку писать, или про что-то про ученых, про полеты людей в космос от Гагарина до установок Теслы, на Илона Маска, извиняюсь, до вот этой вот истории, что в какой-то момент они слушали, и космонавт сказал, слушайте, а вот на самом деле, как я выбрал быть космонавтом. Сквозь эти истории у людей все равно накапливалась эта информация, чтобы вся вот эта история про фестиваль, про фориентации не отталкивала их, а чтобы у них была их среда, их впечатление, и через это помогать им, помогать делать выбор. Вот что такое типология, вот что такое понимать базовые человеческие задачи. Понимать то, что это четыре очень разных разговора, целеполагания, нарратива, упоминаний, подходов и систем, которые мы можем построить как образователи, просто делая вывод из этого слайда. Часть была большого исследования. Это четыре совсем разных системы, совсем разных разговоров и подходов, которые мы можем выбирать. Опять же, мы понимаем то, что мы всегда существуем с вами в ограниченных условиях. У нас нет пока возможности технической и ресурсной возможности делать для каждого все-таки индивидуальные треки, про которые нам постоянно все говорят. Но понимая даже эту разницу, понимаем то, что это будут четыре разных подхода и взгляда на то, что называется очень сложным словом профориентация. Это только я сейчас рассказал про фокусировку на задачи. Если мы постараемся подумать не только про задачу, а вообще про то, что у человека стоит за его плечами, как у него есть то, что называется красивое слово background, то мы можем вводить другого рода типологию. Сейчас тоже покажу пример, хотя мне кажется, что это достаточно показательный к тому, зачем нужна вообще типология и как про нее думать. Пример очень будет интересный. Это из того же исследования, которое мы делали, опять же, напомню, условно говоря, подростки с окраин, где нам нужно было найти четыре разных стиля поведения для того, чтобы понять, как им лучше рассказывать про будущее, про образование, про профессию, как для них лучше строить коммуникации, как их лучше вовлекать. Самое важное слово, как вовлекать, долгосрочно вовлекать, то, что я вам говорил в начале, долгосрочно вовлекать, иметь это включенное внимание. Мы выделили таких четыре ярких типа, на которых потом строили хорошие образовательные системы. Это четыре разных подхода в взглядах, опять же, исходя из того, чем человек занимается, что у него есть внутри, в голове, какая у него семья, как он общается со своими сверстниками. Это очень важно для подростковой аудитории. Еще раз, это с 13 до 17 было исследование. Как он общается со своими родственниками, со своими друзьями. И самое интересное, самое важное, что он делает в интернете. Ну, потому что подросток и современные медиа, это неразрывная связь, социальные сети, ВКонтакте, ТикТок, друзья и вот это его среда. Это было предметом нашего изучения. Мы выявили таких четыре очень интересных профиля, которых, видите, они даже называются так немножко мимически, то, что называется. Да, Тихон, это домашняя Тихоня. Что это такое? Это человек, который пока еще не делает самостоятельных выборов. Он очень сильно ориентирован на то, что говорит мама, папа. Богдан, наоборот, это его противоположность. Это чуть уже подросший, чуть уже такой злой. Причем Богдан, на самом деле, это не обязательно мальчик, так же, как и Тихон, так же, как и Милана и Ульяна. Это просто архетипичные, скорее, образы. Это может быть и девочка. Да, это мальчики и девочки с состоянием вечной грусти такой, знаете, они играют на гитаре песни Макса Коржа. Они в компаниях постоянно, они постоянно во дворах, они постоянно в торговых центрах и в Макдональдсах, потому что это, естественно, среда их обитания. Они постоянно немножко побитые, индейцы такие, знаете, вот это вот вожди краснокожих, краснокожих, как было в классическом фильме. При этом есть, допустим, архетип Миланы. Милана – это такая, знаете, показательная модница, старательная здесь написана модница, которая постоянно стремится то, что называется, соответствовать определенному уровню качества, который задавали родители, например, то, что она должна быть перфекционистой, хорошо учиться, либо которые задают учителя, либо которые задают медиаперсоны и людей в Инстаграме, на которые они смотрят, что есть хорошо, что такое хорошо учиться, что такое хорошо выглядеть, что такое хорошая работа, что такое хорошая семья, Это человек внешних ориентиров, который пытается соответствовать некоторой внешней планке. И мои любимые, конечно же, это Ульяны, вольные умники, это те ребята, из которых потом получаются хорошие предприниматели, ученые, творческие личности. А те, которые говорят то, что они будут всегда против, их нельзя ничего убеждать. Те, которые будут с вами постоянно спорить, эти ребята, которые с вами постоянно спорят. У них постоянный такой, знаете, подростковый бунт, но не бунт ради бунта, а бунт ради какого-то собственного поиска и созидания. Да, это вот артхаусное кино, это вот все вот эти вот разговоры. Четыре модели поведения, которые были найдены, исходя из этого, у них, опять же, есть разные установки, разные цели. Вы представляете себе то, что это класс, который мы взяли и разделили, или там несколько классов взяли и разделили, мы увидели четыре очень ярких группы. Да, в подтверждение, что вы, то, что я говорил, сейчас покажу несколько цитат. Тихон, ну, потому что делается исследование, да, ты собираешь большое количество цитат. Тихон, который говорит, я считаю, что теперь мода испортилась. Почему про это говорит Тихон? Потому что это, на самом деле, не его мысли, это мысли, там, условно, бабушки, мамы, или там, старшего брата, или старшей сестры. Богдан, который компанейский, который, видите, принимает решения, исходя из того, не того, что он хочет, а потому что у них в школе хорошие отношения, они всей компанией решили, что они не пойдут в условно мебельный колледж, они останутся здесь. Милана, который слушает исполнителя Фейса, не потому что он не нравится, да, вот она история про показательное потребление. Не потому что он не нравится, а то, что ей нужно быть в курсе того, что сейчас происходит, что сейчас в моде, для того, чтобы коммуницировать со всеми. Либо Ульяна, и посмотрите на эту прекрасную цитату, да, чтобы понимали, что это, как бы, реальные цитаты реального человека, там, человеку 14 лет, да, все, мы много спрашивали про эти случаи, не переживайте, пожалуйста, это был безопасный случай, про который человек рассказывал, в исследовании просто мы хорошо исследуем, люди с нами делятся большим количеством разных историй, да, видите, какой здесь у Ульяны запрос на экспериментирование. Как человек думает, про что он думает, кто-то думает про музыку, кто-то про будущее, кто-то там про моду. Здесь человек говорит то, что мне интересно исследовать человека, ставить опыты. Исходя из этого, вот они, четыре разных картинки, картинки поведения, исходя из которых у нас есть совсем разные паттерны взаимодействия и взаимодействия со средой. Исходя из этого, совсем разные образовательные системы можем строить. Даже в рамках одного урока, либо в рамках, в рамках большого класса. Например, Тихон, который, видите, он, там, картинка, картинка, которая олицетворяет то, что он еще не на плаву. С ним сложно разговаривать про какие-то серьезные вещи пока, пока что нужно убеждать его родителей, и, условно говоря, продавать его родителям, или, там, брату-сестре, короче, членам его семьи, няне иногда. Да, что такое хорошо и что такое плохо, потому что то, что занимается Тихон, это он пока еще не проявил себя. Он живет еще в интернете, скорее всего, он может писать какие-нибудь фанфики, фанфики, вот, он может общаться с своими игровыми друзьями, и он будет всегда, делая выбор, слушать старших, прежде всего, это будет приоритет номер один для него. Только потом себя, потому что он еще не сам вырезался, еще не проявился, да, еще гормоны не забрали свое. При этом может быть Богдан, который, посмотрите, он общается всегда в стае. Мы знаем то, что нужно заинтересовывать стаю, бросать стаю вызовы, извините за грубые такие сравнения, но они зато очень, очень понятны. Мы понимаем то, что им нужно про правду говорить, про настоящую жизнь. С ними, разговаривая про войну, например, всегда нужно приводить человека-участника войны, потому что они верят только тем людям, которые были там, они никогда не поверят в СМИ. Они будут говорить, вот это вот наши ребята, они знают правду, они видели это своими, своими глазами. Тихон при этом будет верить в то, что скажут мама и папа, а Богдан всегда вот это настоящее, ему нужно почувствовать, ему нужно поговорить, ему нужно, чтобы в стае признало свое. При этом Милана, которая общается, видите, посмотрите, там такой крестик нарисован, да, способ ее коммуникации. У нее, как правило, есть лучшая подруга, с которой она доверяет, и большой круг общения, для которого она хочет быть хорошим, потому что она старается быть лучше во всем. Потому что она занимается йогой ради того, чтобы заниматься йогой, потому что она не ради того, чтобы заниматься йогой, а ради того, чтобы вывести в Инстаграм фотографии, потому что она будет смотреть, чем сегодня занимаются Инстаграм-звезды, и будет пытаться заниматься тем же самым. Она будет слушать тех людей, кто официально признан лучшим в каком-то направлении. Поэтому ей всегда нужно показывать лучшего в ком-то, и он будет для нее, или она будет для нее ориентиром. При этом есть Ульяна, которая вообще никого не будет слушать никогда, и ее лучшее обучение — это интерактивное обучение. Она будет слушать Google, потому что Google, скажет, она знает про меня намного больше, потому что там есть умная рекомендательная система. И действительно, по паттернам поведения иногда Google может порекомендовать лучшее образовательное учреждение, чем иногда родители, либо какие-то условно независимые рейтинги. При этом Ульяна будет иметь достаточно широкий круг общения, потому что она достаточно прокачана в своих интересах. Это интересы достаточно широкие, они, как правило, очень нишевые. Ульяна очень хороший нетворкер. И вот посмотрите, пожалуйста, это вот четыре модели поведения, которые мы постоянно фиксируем, например, которые есть в классе. Еще раз не хочу сказать, чтобы вы правильно меня поняли, это не типа мы вывели в некоторую типологию ученика. Нет. Мы просто взяли конкретную группу, увидели какие-то, хочу подчеркнуть, экстремальные точки поведения людей, и на этих экстремальных точках сказали, Окей, есть кто-то больше похож на Тихона, кто-то на Богдан, на Милан, на Ульяна. Наверняка хочу подчеркнуть, есть те, кто похож на кого-то еще, еще больше. То есть есть еще какие-то группы, есть какие-то промежуточные, есть еще подтипы, которые можно разобрать. Ну вот мы тогда нашли этих четыре. Исходя из этого, мы по-разному будем взаимодействовать, вовлекать их, где-то вовлекать в стаю, где-то вовлекать родителей, где-то вовлекать самых лучших звезд, которые повлияют на Милану, а где-то провоцировать Ульяну на творчество и предпринимательскую деятельность. Мы будем по-разному выстраивать нарратив, мы будем по-разному выстраивать для них образовательные программы, просто потому что мы знаем то, что есть четыре разных модели поведения. Еще раз, как нужно воспринять это знание сейчас? Это не четыре каких-то там типологии, которые надо подтверждать большими группами, не психотипы ни в коем случае, нет. Мы просто взяли энное количество для качества исследования подростков, посмотрели, какие видим яркие паттерны поведения, и сказали, о, мы видим четыре разных модели, четыре разных бэкграунда, четыре разных мышления, четыре разных майнсета. Исходя из этого, мы будем сильно по-разному на них смотреть, сильно по-разному для них выстраивать образовательную программу, сильно по-разному ориентироваться. Грубо говоря, сейчас посмотрите слева на левую часть слайда, мы поняли, в чем их базовая задача. Например, следовать группе, быть как лучший из лучших, не доверять никому, слушать только технологии, быть всегда против вот этой позиции, да, те ребята, которые знают Бродского с 12-13 лет, читают Солженицына, или, как Тихона, всегда просто ориентироваться на мнение старших, да. Это их базовая задача, да, то, на что они смотрят, то, как они принимают решения. Дальше, каким образом можно ли их кастомизировать среду, да, например, сделать что-то в интернете для Тихона и для Ульяны, сделать что-то про улицу для Богдана и сделать что-то с лучшими из лучших для Миланы, да, с лучшими звездами, учеными, предпринимателями или с кем-то еще. Это разные ориентиры, видите, вот этот вот уровень кастомизации своего решения, сервиса, образовательного в нашем случае, он может быть совсем другим. А дальше, для каждого из этих аудиторий, а дальше каким-то образом помочь им сделать следующий шаг, потому что каждый из них, каждый из них мечтает о разном. У каждого из них есть свои приоритеты. Тихон кому-то понравится, да, Богдан вместе быть со стаей, еще лучше быть со стаей, чувствовать ощущения правды. Милана быть с теми самыми лучшими, а Ульяна, скорее всего, хочет уехать, честно говоря, к сожалению, да, вот, потому что им важно творческие самовыражаться, им чувствовать границы и чувствовать свободу. Дальше, посмотрев на эту историю, начинаешь понимать то, что у тебя в какой-то момент есть сильно разные профили. Опять же, их можно между собой миксовать, на них можно по-разному фокусироваться, на них строить разные образовательные системы. И это второе, что я вам хочу сказать, перед тем, как перейти к инструментам, ответить на вопрос, а как собирать подобного рода информацию, то зачем делается исследовательская работа? Значит, первое, мы говорили, просто посмотреть на сценарий своего образования, посмотреть, как его оптимизировать, либо создать лучшее, либо подумать, какую образовательную задачу мы можем решить. Второе, попробовать посмотреть критично то, какие есть глубинные, сначала просто задачи, вот, например, какие есть задачи, поступить один раз, поэкспериментировать с чем-то, может быть, не думать вообще про образование. Исходя из этого, как мы можем, исходя из понимания того, что с людьми происходит, как они ориентируются, как они общаются, что они потребляют, какую крутую образовательную систему, вовлекающую образовательную систему, мы можем создать. И это базовая история про то, что нужно делать в исследовании. Третья часть финальная про то, а как провести такого рода, как собрать такого рода информацию для того, чтобы делать такие выводы, которые сделали мы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова